Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Возникла необходимость записать обновление или дополнение к уроку «Подключаемся к нашим общим ресурсам». В уроке я дам дополнительную информацию о подключении к нашему каналу Telegram. В первой части урока я рассказывал о том, что Telegram все-таки заблокирован в России, и чтобы обойти эту блокировку, требуется использовать различные хитрости. В основном используется прокси, но я показал вам простейший вариант – бесплатный через VPN-доступ. Показал, как устанавливаются расширения VPN в браузер Яндекс и в Google. Но, возможно, у кого-то возникнет проблема с поиском или установкой расширения в Google Chrome. В чем проблема? Вы войдете в дополнительные инструменты, выберете расширение, в строке поиска будете писать VPN, или даже скопируете вот это VPN-free. Смотрите, что будет происходить. Расширение не будет найдено, потому что Chrome пытается искать среди имеющихся у вас расширений, скорее всего. А нам нужно искать в магазине Chrome. Как в этот магазин попасть? Сжимаем на менюшку расширения, и внизу есть ссылочка «Открыть интернет-магазин Chrome». Попадаем вот на такую страничку. И вот здесь уже в строке поиска мы вставляем или просто пишем VPN и нажать клавишу «Интернет». Значит, смотрите, что произойдет. Он вам найдет как бы три расширения. Но нас интересует именно расширение. Включаем, ставим эту галочку. И появляется значительно больше расширений, которые вы можете установить в браузер Chrome. В принципе, можно пользоваться любым. Но вот это расширение, которое я показывал, оно реально очень простое. Очень просто и быстро устанавливается. Нажимаете на кнопочку «Установить», ну и дальше по инструкции, как в первом ролике. Еще раз повторюсь. Входим в «Дополнительные инструменты», выбираем расширение. Входим в «Магазин Chrome», вот сюда. Здесь уже пишем VPN. Обязательно отмечаем, что нас интересует расширение. И в списке появившихся расширений ищем наше расширение. Вот такое. VPN-free battle-to-ditch. Я должен вам сказать про эти VPN. В отдельном уроке нашего курса, который называется «Полезные инструменты», я очень подробно рассказал о том VPN, которым пользуюсь сам. Это платный VPN, очень надежно работающий, стабильно работающий. О чем нужно помнить, когда вы включаете VPN? Что у вас поменялся адрес всего вашего компьютера. И к чему это может привести? Мы с вами будем работать в социальных сетях. Роботы социальной сети всегда отслеживают какую-то нездоровую активность пользователей. Представьте, как отреагирует тот же самый робот контакта на то, что вы сейчас были в России и тут через секунду оказались в Нидерландах. Это не естественная активность, непонятная активность. Плюс, все-таки наша одна из задач – это привлекать внимание к своему профилю, проявлять активность над целевой аудиторией. Лайкать, писать комментарии, в группу вступает, добавляться в друзья и так далее. Вся эта активность тоже привлекает внимание роботов. И что может произойти? За что чаще всего банят аккаунты? За неестественную активность. Вы никогда раньше не были в Нидерландах, а сейчас вы, бац, оказались в Нидерландах. Вы никогда раньше так много не писали, так много не лайкали, так много не добавляли в друзья. И все это вместе будет вызывать подозрения роботов к вашему профилю. И можно получать, если не блокировку, то во всяком случае заморозку вашего аккаунта. Поэтому пользоваться VPN нужно только в тот момент, когда вы хотите, например, получить доступ к каналу Telegram. Когда уже не пользуетесь им, пожалуйста, просто-напросто отключайтесь от VPN, чтобы снова вернулся ваш родной российский IP, чтобы у вас не было потери скорости и так далее. Итак, коллеги, давайте резюмируем. Телеграм из-за блокировки, ну, не все так просто, но и не совсем так сложно, как может вам сейчас показаться. Мы будем пользоваться этим мессенджером. Почему? Потому что наша платформа Век Роста управляет оповещения в Телеграм о тех событиях, которые происходят на платформе. Поэтому использовать Телеграм мы будем, но если вы сейчас хотите пользоваться Телеграмом только ради того, чтобы выполнить это задание, и у вас прекрасно работает Скайп, вы пользуетесь Ватсапом, то есть всю информацию вы можете получать из чатов в Ватсапе и в Скайпе, можете пока немножко отложить с установкой Телеграм. Это первое решение. Второе решение. Телеграм, конечно, лучше установить на свой телефон, потому что, чтобы все оповещения о заявках, об анкетах приходили вам сразу на мобильные, и вы могли оперативно отрабатывать заявки в свою структуру. Ну и третий вариант. Конечно, лучше и правильнее установить на свой компьютер версию Телеграм для Windows, то есть установить отдельное приложение, ну, например, как у вас установлен, скорее всего, у всех Скайп. Настроить это приложение, чтобы приложение само обходило вот эту блокировку. Для того, чтобы это настроить, нам не потребуется VPN, нам потребуется прокси. Я сейчас не хочу пока рассказывать вам, что такое прокси. С этим инструментом мы однозначно встретимся и начнем его использовать на курсе автоматизации. Там без прокси просто невозможно. Сейчас я не хочу у вас загружать какой-то лишней, ненужной информацией, поэтому, у кого работает Скайп и Ватсап, пользуемся пока Скайпом и Ватсапом. Телеграм устанавливаем на телефон. Не знаете, как? Запишу видео, как установить приложение Телеграм на свой телефон. И в дальнейшем, когда мы с вами разберемся, что такое прокси, я расскажу, как достаточно просто настроить приложение Телеграм, не веб-версию, а именно приложение на вашем компьютере, и она будет спокойненько обходить все ограничения. На этом все. Если информация оказалась слишком непонятной, пожалуйста, пишите или приходите на живые встречи, которые теперь у нас будут организованы каждый четверг в 3 часа в офисе. Приходите со своими ноутбуками, я вам помогу вживую разобраться с теми вопросами, которые у вас есть. Всем успехов, не опускайте руки, вы молодцы!